Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы становимся очевидцами того, как российские войска попали в котлы, в результате чего началось массовое бегство 2-й армии мира в попытке избежать котлов и выйти из них, бросив технику и все вооружение. Важно подчеркнуть, что наступление вооруженных сил Украины масштабно идет по двум направлениям. На юге, на Херсон, а также на северо-востоке, у Харькова. Уже ни для кого не является секретом, что так называемая 2-я армия мира, хотя правильнее, наверное, 2-я армия 3-го мира, попала в Изюмский котел. Огромное количество войск, которые исчисляются десятками тысяч солдат Российской Федерации, оказались в окружении. Видите ли? Вот карта боевых действий. Важно отметить, что уже официально заявили, что вооруженные силы Украины взяли город Балаклея и развили наступление на Купенск. Буквально за ночь город был взят, а под утро жители проснулись освобожденными от рашистского оккупанта. Над городом был поднят украинский флаг. То есть то, что войска Российской Федерации брали на протяжении 8 недель, украинские войска взяли за 3-4 дня. Это по факту. Это действительно молниеносное контрнаступление украинской армии. Теперь почему взятие этого города равнозначно очередному котлу, в который попали российские войска. И узнаем, почему это ставит в тупик все российское наступление на востоке Украины. Давайте посмотрим вот на эту карту. Как видим, Российская Федерация наступала на донбасскую группировку вооруженных сил Украины, пытаясь взять ее в клешни и окружить. Основной упор шел с двух направлений. С Донецкого на город Бахмут. И с Изюма на город Славянск. А теперь давайте на минуточку отвлечемся на вот эту карту. Это важно. Россия направляла свои армии на Бахмут через восток Украины. Луганск, например. Вот приблизительный маршрут. Там имеется железнодорожное сообщение с Российской Федерацией и было очень удобно доставлять туда как технику, так и боеприпасы прямо к передовой. А вот наступление на Славянск с Изюма снабжалось из Белгородской области, прямо из города Белгород, где также расположен крупный транспортный железнодорожный узел. А далее войска Российской Федерации через город Волчанск направлялись в Купенск. Точно так же автоколонны техники шли из Волуек снова на Купенск. Это были основные маршруты снабжения наступательных сил Российской Федерации. При этом все грузы, которые шли из Луганской области, как правило, проходили через город Старобельск и снова шли на Купенск. Конечно же, часть могла проходить прямо через водохранилище речки Оскол, где имеется мост. Но этот мост был взорван точным ракетно-бомбовыми ударами вооруженных сил Украины. И движение по нему прекратилось. То есть Купенск остался фактически единым возможным маршрутом снабжения всей изюмской армии Российской Федерации. По факту это важнейший железнодорожный узел и вообще автодорожный снабжение всей этой изюмской группировки России. Ведь на востоке эта группировка прилегает к водохранилищу и имеется достаточно сложный рельеф. Вот тут видно, какая группировка по размерам попала в котел. Фактически все наступление России с севера на Донбасс попало в окружение. Да, вот тут на юге, возле самой передовой, где идут бои, также имелась незначительная возможность сбежать. Но там все дороги простреливаются украинскими военными. То есть на технике оттуда особо не выедешь. Разве что пешком. И действительно, когда российская армия поняла, что над Купенском уже висит украинский флаг, они сразу же панически начали бросать технику, оружие, боеприпасы. Буквально все. И пешком начали бежать в сторону Старобельска. А дальше на Россию и на Донбасс. Началось паническое бегство войск Российской Федерации. Кому повезло, добыли велосипеды, отобрали у местного населения. Кто был ближе к дорожным путям, сумели выехать на грузовиках и другой технике. Но большинство военных второй армии третьего мира пришлось драпать из изюма пешком в прямом смысле этого слова. Важно отметить, что бегство российских войск началось тогда, когда после взятия Купенска вооруженные силы Украины начали движение в сторону изюма. Именно тогда, понимая всю свою безысходность и попадание в котел, российские военные поспешили оставить изюм и бежали. Следовательно, огромная бежавшая группировка осталась без техники и оружия, боеприпасов. То есть целый клин наступления России на Донбасс с севера был разгромлен украинскими военными. Конечно же, на России этот разгром и позорное бегство второй армии третьего мира назовут очередным жестом доброй воли. Можете не сомневаться. Или скажут, что типа все по плану. Но это уже проблемы самой Российской Федерации. А сейчас можно констатировать тот факт, что убегающие военные второй армии мира при бегстве понесли огромные потери. Также большая часть попала в плен. Это бегство только еще более способствует стремительному наступлению вооруженных сил Украины. К примеру, с утра 10 сентября было заявлено официально, что Купенск освобожден от рашистского оккупанта. В обед стало известно, что вторая армия мира спасается бегством и бросила изюм. То есть сбежала с поля боя. А уже к вечеру стало известно, что вооруженные силы подошли к Лисичанску. Это говорит о том, что все эти бегущие войска не в состоянии обороняться. Да и нечем. Ведь все оружие и технику им пришлось бросить, чтобы попытаться успеть убежать. В итоге вооруженные силы Украины развивают контрнаступление, а враг бежит и бежит. Больше говорить ничего не буду. Пока скажем только то, что уже и так всем известно и не является тайной. При этом важно отметить, что на юге эта вторая армия третьего мира также попала в окружение. И также уже ни для кого не секрет, что вся эта группировка снабжалась фактически через три моста. Это Антоновский мост возле Херсона. Далее на север от него расположен железнодорожный мост. А еще на северо-восток имеется дамба с мостом через Каховку. Так вот, уже как стало известно, все эти мосты были разбомблены точными ракетными ударами вооруженных сил Украины. Таким образом, как минимум 20-тысячная группировка российских войск попала в котел на правом берегу Днепра. И снабжать ее нечем. Мосты взорваны, а понтонные переправы постоянно уничтожаются точными ракетными ударами вооруженных сил Украины. Но на юге по-прежнему тяжело. Идут бои с оккупантом. При этом многие российские подразделения и главное само командование России сбежало из Херсона. В магазинах изъяли все надувные лодки, матрасы, детские круги и даже надувные игрушки типа надувных уток. В общем, вторая армия мира забрала все, что может помочь ей переплыть довольно широкую реку Днепр. В общем, бегство российских военных идет и на юге. На технике они также выехать уже не могут. Все пути отрезаны. А вот вплавь и пешком еще могут сбежать. Впрочем, как и на речке Оскол из Изюма, тоже вплавь российские военные переплывали, чтобы сбежать. Это говорит о том, что в Украине на востоке и на юге российские армии попали в котлы. Причем очень крупные котлы. Что там, что там, личный состав измеряется в десятках тысячах человек. Фактически, на юге в котле оказалось все южное направление войск Российской Федерации. А на востоке вся северо-восточная группировка. Фактически, это целые армии Российской Федерации попали в котлы. Если на востоке все наступательные силы Российской Федерации сбежали, то на юге у Херсона сбежала лишь часть, а остальные еще продолжают сопротивление. Плюс на юге российские армии занимают более внушительные территории по площади. Их вот так вот сразу трудно выбить. Поэтому на юге наступление идет более медленными темпами. Но постоянно, каждый день от российского оккупанта освобождаются очередные населенные пункты. Вообще, котлы такого уровня и масштабов говорят о том, что у Российской Федерации уже фактически не осталось резервов, по крайней мере сформированных и рядом размещенных с Украиной, которые она могла бы задействовать для обороны. Заметьте, не наступление, а уже обороны. То есть мы говорим уже о Российской Федерации и ее армии не о как наступательной силе, а о войсках, которые бегут с поля боя, сдаются и уничтожаются огнем вооруженных сил Украины. Контрнаступление Украины продолжается, а с ним и освобождение украинских территорий от расистского супостата. Важно отметить, что вынужденное отступление российских войск, которое объявил так называемый министр обороны Российской Федерации, это скорее попытка выдать разгром за плановый отвод войск. Только забыли уточнить, что в плановом отходе военные не идут пешком, не едут на украденных у местных жителей велосипедах десятки и сотни километров, бросив при этом все оружие и технику. Также важно подчеркнуть, что скорее всего войска Российской Федерации попытаются отойти до рубежной линии обороны и укрепрайонов, которые были созданы на оккупированной России части Донбасса, то есть на рубежи до 24 февраля 2022 года. Потому что таким образом российские военные попытаются занять оборону на окопанных ранее районах. То есть занять раннюю линию обороны и попытаться сдерживать захваченные ранее территории Донбасса. Но вряд ли это остановит украинское контрнаступление, разве что немножко задержит его. Ведь теперь Украина имеет самое передовое оружие в мире, которое ей дают в помощь западные страны. Так что ждем очередных жестов доброй воли или очередных плановых отступлений второй армии третьего мира. При этом важно подчеркнуть, что интенсивность бомбардировок украинских городов резко снизилась, потому что у Российской Федерации закончились ракеты. Я имею в виду тактические и крылатые ракеты. Фактически осталась треть от имеющегося до начала полномасштабной войны запаса. А это уже недостаточно ни для войны с Украиной, тем более точных ракет у России уже нет. Но и тем более оставшиеся ракеты нужны России для возможного противостояния с НАТО. Ведь если на Украину уже ракет не хватает, то что говорить про НАТО? При этом Российская Федерация вынуждена держать часть этих ракет на случай такого столкновения. Ролики о количествах ракет, которые имеются и остались в распоряжении России, имеются на нашем канале. Поэтому можно говорить о том, что ракетный террор уже позади. Конечно, Российская Федерация еще не раз будет выпускать ракеты по Украине, но теперь их уже будет встречать более совершенная противовоздушная оборона. При этом у Российской Федерации почти уже не будет новых ракет, а те, что имеются, не в состоянии порой даже просто взлететь. К примеру, 9 сентября Вооруженные Силы Украины зафиксировали старт пяти ракет Российской Федерации из-под Белгорода. Но все пять упали. Пуски были провалены ввиду плохого технического состояния этих ракет. Это как раз тот случай, когда ряд экспертов ранее подтвердил, что 60% самых новых российских ракет не то, что не долетают до Украины, а вообще не срабатывают при пуске, падают при старте или летят куда-то не туда. Ну а про то, что в российских ракетах отсутствует точность, это уже увидел весь мир. Круговое вероятное отклонение российских ракет не выдерживает никакой критики. Называть российские ракеты можно как угодно. Что это металлолом, что это аналоговнеты, но только не как высокоточные ракеты. Потому что с точностью там действительно большие проблемы. Доказано на практике. Аналогичная ситуация и с авиацией. Самолеты и вертолеты Российской Федерации заходят в украинское небо только в приграничных районах. И то в крайних случаях. При этом Российская Федерация постоянно несет потери, а украинская противовоздушная оборона усиливается как новейшими передовыми в мире ЗРК. А на подходе и авиация. В общем, наступление и сложившаяся ситуация на фронте говорят, что контрнаступление Украины уже не будет остановлено. Оно будет продолжаться до полного освобождения всех украинских земель от рашинского оккупанта. Включая Крым и Донбасс. Россия оказалась не готовой к масштабной войне с Украиной. А украинское наступление приобретает системный характер. При этом с каждым днем российско-украинской войны происходит масштабная демилитаризация России от накопившегося советского вооружения. А нового оружия Российская Федерация уже не в состоянии производить. Особенно в условиях масштабных санкций и изоляции России от развитого западного мира. При этом с каждым днем идет усиление вооруженных сил Украины самым современным и передовым оружием в мире. В Украину все больше и больше прибывает новейших высокоточных ракет, РСЗО, артиллерии, средств ПВО, наземной техники, на очереди авиация и танки. И авиация современная. Это говорит о том, что российско-украинская война перешла в фазу войны современных технологий против более многочисленных, но вооруженных древним оружием и техникой войск. То есть война качества против количества. Как результат, вооруженные силы Украины, вооруженные современным вооружением и техникой, смогли организовать контрнаступление и разгромить и взять в котлы во много раз превосходящие по численности российские армии, но которые вооруженные отсталым древним советским и российским оружием и техникой. Вот вам и реальный результат технологического превосходства современного оружия над количеством более древнего. Не сложно предугадать, какой же будет результат этой войны. А значит Украина победит, а враг будет повержен. На этом пока все. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, поддержите канал, подписывайтесь на канал, где вас ждет еще много интересного видео. Отдельное спасибо всем, кто как-либо поддержал канал. Ваша помощь очень важна. Спасибо за просмотр.